Приветствую вас! Давайте я сперва отвечу на ваши вопросы, которые вы задаёте, а потом немножко пройдусь по тексту. Как мне быть впечатлением? Значит, вам нужно прийти к мысли, что вы находитесь в созависимых отношениях. И мужчина тоже в созависимых отношениях. И его другая девушка тоже созависима в своих отношениях с ним. Однокомнись с треугольником Карпмана, и я полагаю, что после этого вам можно будет обратиться к психологу для уже непосредственной работы по данному направлению. Говорить ли с ним? Нет. Потому что вы будете себя унижать и принижать таким образом. Вы говорите, что вы его любите, но при этом ваша любовь заключается в том, что вы испытываете истерику, звоните ему, плачете, пишете о том, как вам плохо, и в итоге вызываете у него жалость. Это не любовь. Это потребность. Потребность не может быть любовью. Соответственно, у вас зависимость. И, как минимум, зависимость означает, что у вас заничена самооценка и нет личных границ. Поэтому вы и задаете этот вопрос, говорить ли с ним. Для человека с самооценкой в норме такого вопроса даже не стоит. Потому что говорить не о чем. Мужчина вас использовал, мужчина от вас откупился. Это все. Далее. Спрашивают ли что? А что здесь можно спросить? Разве вам самой непонятно, что все это значит? Уверен, что понятно. Уверен, что вы понимаете, что все это означает. Вы и сами об этом говорите. Так что же вам движется? Чего же вы хотите? И ответ на ваш вопрос заключается вот в этом абзаце. Мне было очень хорошо, уютно и тепло. Это мой человек на все 100%. Так вот. Не может быть человеком, человек важным на все 100%. Это первое, потому что это полное растворение, это слияние, это то, к чему вы стремитесь. К слиянию. То есть, слияние подразумевает полное растворение в другом. Но при этом же, при этом же, в слиянии человек теряет себя. И тем самым не может выстраивать нормальные, здоровые, равноправные, крепкие отношения. От чего и возникают, собственно говоря, проблемы. Такие проблемы, как, например, у вас возникли. Дальше. Вы пишите, что он сдувал с вас пылинки и чуть ли не кормил слосочки. Это неплохо, когда происходит стадия влюбленности и романтично-конфетный период. Но это весьма и весьма тревожно, если речь идет о таких аспектах, как, например, уже долгосрочные отношения и так далее. Здесь можно говорить о том, что вы нуждаетесь в том, чтобы с вас сдували пылинки и вас кормили слосочки. Вот. И возникает вопрос, откуда такая нуждаемость? Возникает вопрос, с чем она связана? Скорее всего, сильное влияние на вас оказывает взаимоотношения с отцом. Либо это был отстраненный человек, который достаточно холодно с вами общался, и редко вас хвалил, редко давал вам любви, и теперь вы нуждаетесь в любви своего отца, и тем самым используете мужчину для этого. Либо наоборот, ответ был чересчур эмоциональным, чересчур близок с вами, и вы идеализируете отношения с мужчинами, надеясь повторить отношения с вашим мужчиной, любым отношения с отцом, что, естественно, невозможно. Дальше, значит, у вас есть такая склонность, у вас есть такая черта, что... вы не готовы брать ответственность на себя. Ну вот, за то, что происходит просто. Вы не готовы брать ответственность. Что это значит? Значит, это то, что вместо обвинения других людей, например, вот вы говорите, что попросили мужчину, да, разобраться с тем, что происходит. Ну, что попросили у него, значит, чтобы он разобрался с этой женщиной, вот, ну, с своей девочкой, которая писала вам. Вот, говоря о том, что только он может с ней совладать. Вот. А я, пожалуй, здесь, вот, скажу, что это самый такой яркий пример. Не мужчина должен с кем-то совладать. Не мужчина должен кому-то что-то сказать, что-то для кого-то сделать. Не мужчина, а либо вы сами, либо эта девочка. У вас же постановка вопроса такая, сделай что-то с ней. Сделай что-то с ней, сделай что-то со мной. Понимаете? Вот так вы подходите к отношениям. А это, еще раз повторю, отношения нездоровые. К сожалению. И, чем быстрее вы это поймете, для себя. Чем быстрее вы, вот это для себя сделаете явным, тем будет лучше. Что никто не должен решать проблемы ваши. Проблемы за вас. Которые есть у вас. А это ваша проблема. Что... Вам все время пишет девушка, парня, с которым, в общем-то, вы расстались. Вот. А, значит... Есть у вас, а, также, элемент, а, что вы не готовы воспринимать реальную, ну, реальность. То есть, вы говорите, что... Вам, эээ, мужчина, в эээ... А, ну, вот, в откровенном разговоре, а, сказал, что вы ему не подходите, что вы не устраиваете его, в ээээ... ну, в ряде, в ряде аспектов, да? Вот. И поэтому, собственно, вы и расстались. Казалось бы... Казалось бы... Мужчина все откровенно сказал. Казалось бы, мужчина все откровенно расписал. Казалось бы, все понятно. Но вы, вы... Говорите, что вам кажется, вы думаете, что он ушел, потому что испугался отношений. А, может быть, так и есть. Может быть, он испугался. Я не знаю. Но для вас, именно для вас, не имеет значения, испугался он или нет. Для вас имеет значение только то, что он не с вами. И вы не можете принять того факта, что он не с вами. Пытаясь, скорее всего, либо оправдать его, вы пытаетесь его оправдать. Или себя оправдать. Либо, просто не желаете принимать действительность, ну, потому что она вам неприятна. Да, потому что она для вас, ну, не является желательной, скажем так. Ну вот. И здесь снова есть, значит, здесь снова есть элемент того, что вы не готовы принимать ответственность, значит, ну, на себя. За то, что происходит. Вот вы сами не готовы взять ответственность. Вы сами не готовы, значит, что мужчина, ну, вы не можете, можете не подходить. Понимаете? Вот. Вот. Вы можете не подходить мужчине, и это, в общем, нормально. Абсолютно. Но у вас есть, видимо, другое мнение на этот счет. Хотелось бы его послушать, это мнение. Да? Вот. Вы говорите, но, при этом я почувствовал, что у него мысли другие, что он еще убедился, что я не его, что он не был, что он не был таким, как был в отношениях, когда давал у меня пленки. Вы пишите, но я почувствовал, что он был другим. И как вы к этому относитесь? К тому, что он был другим. Вы задаете вопрос, как вести себя после секса с бывшим? Я думаю, что вести себя нужно благодарно. Вам нужно быть ему благодарной. Вам нужно перестать общаться с ним. Вот. Потому что подобное общение вас обесценивает. Вот. Вы пишите, после всей этой истории стоит ли вообще с ним общаться. Ну, вам, конечно, пока что общаться не стоит с ним. Дело не в том, что он сделал что-то плохое. Дело не в этом абсолютно. Дело немножко в другом. Дело всего в том, скорее, что вы сами не готовы к тому, чтобы, ну, чтобы адекватно с ним общаться. Вот. Вы не готовы сами к этому. Вы не можете пока что. А пока что вы не можете с ним адекватно взаимодействовать. Вот. Потому что у вас нет ресурсов для этого. Пока вы не будете свободны общаться с ним после всей этой истории не стоит. Вот. И, наверное, последний момент, который я хотел бы, ну, озвучить. Вы говорите, что я не стал его слушать, потому что по любви поверю во все. Вот. Любовь ни в коем случае не означает, что можно верить в человеку, ну, можно верить безоговорочно всему, что он говорит. Любовь к другому означает, что вы готовы для него что-то делать. Любовь к другому говорит о том, что вы готовы ему что-то отдавать. Отдавать, а не получать. Молодому человеку, бывшему вашему, явно не нужно то, что у вас есть. Ему явно это не интересно, ему явно это не нужно. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, задумайтесь о себе. Задумайтесь, на что вы тратите свое время, на кого вы тратите свое время и почему вы это делаете. У вас есть для этого основания. Я не говорю, что вы не должны этого делать. Я не говорю, что вы делаете что-то плохо, что вы так много времени и энергии тратите на того, кто уже давно не с вами. Я не говорю, что вы делаете плохо. Потому-то я понимаю, что у вас есть на это желание, у вас есть на это потребности. Вот, я понимаю. Но чем быстрее вы к этим потребностям придете сами, чем быстрее вы осознаете, что проблема-то вся в вас. Понимаете, в вас проблема не в другом, не в нем, не в мужчине, не в девушке в него, которая все время влезает в ваше сообщение, а в вас. Понимаете, в вас. Потому что, ну, окей, вы могли расстаться, да, вы могли расстаться. Я, в принципе, ну, в принципе, допускаю, что, ну, что вы могли расстаться. Это, в общем-то, в общем-то, в целом нормально. Вот. Но, как только у него появилась другая девочка, любые отношения с ним, общение с ним, всякие разговоры о нас никак. Вот какие могут быть разговоры о вас, если у него другая девочка. Никаких вас нет. Но вы есть, вы есть в вашем сознании, в вашей реальности вы есть. И весь вопрос в том, на самом деле, для чего это вам. Понимаете? Вот какой вопрос. Вот, на мой взгляд, на мой взгляд, это является ключевым аспектом данной ситуации. Вот. Так, значит, эм... Вы пишите, что его продолжали любить всё это время. Вот, насчёт того, что вы его продолжали любить всё это время, нужно подробно пообщаться и поисследовать. Это ваша продолжала любить. То есть, что вы вкладываете в это, продолжали любить, что для вас продолжали любить, почему вы ссорились с молодым человеком и обижали друг друга, хотя ваши отношения уже закончены были. Какова ваша, именно ваша роль в том, что вы обижали и ссорились? Именно вы. Не он, а вы. Для чего вы это делали? Вы говорите, что минусом ко всему, эм, та девушка постоянно влезала в наше общение. А она не должна была влезать в ваше, в ваше общение. Вот, как вы считаете? У неё есть, эээ, мужчина. У неё есть парень. Эээ, значит, с которым она общается. Тут появляетесь вы и вы считаете, что она сама не должна ничего говорить. То есть, я бы здесь поработал вот именно с вашим восприятием и с вашей самооценкой, Личными границами и экзистенциональной позиции. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.